Всем халлоути ребятушки, с вами Дамрель и добро пожаловать на новый ролик. Продолжаем мы кросс ролл с ННН и снова наш любимый дядюшка Мартин что-то нам хочет сказать. Нам нужно украсить главный зал, посмотри какие украшения нам доступны и подбери что-нибудь подходящее. Учти, что разным группам нравятся разные предметы. А кому ты посоветуешь уделить больше внимания? Как я и говорил, решать тебе. Лихим людям могут прийтись не по нраву пестрые цветочки, а бедняки вряд ли оценят развешанные мечи и головы. В конце концов, это твоя таверна, поэтому выбери украшения по своему вкусу и реши кому из гостей здесь больше понравится. Окей, я украшу таверну. Так, давайте смотреть что нам тут с вами доступно. Цветочки вижу прикольно, вижу щиты, вижу головы. Давайте посмотрим например вот это. Кстати, прикольно выглядит. Ворота с цветами. Простая арка, украшенная цветами. Кстати, вот здесь отображается кому это дело может понравиться. Ну давайте поставим... А сюда не ставится, почему? А, потому что она ставится на улице. Давайте, ребята, обязательно поставим такую вот штуку. Просто, чтобы люди понимали, что здесь будет проходить свадьба и все заходили погулять. Ну и соответственно принести нам свои бабосики. Все, арочка есть. Давайте что-нибудь еще поставим. Есть вот такие вот цветочные гирлянды. Кстати, я бы украсил неплохо. Я понимаю, что лихим людям, скорее всего, это не понравится. Но, блин, ребят, у нас же здесь проходит свадьба. Поэтому давайте все украшать по свадебному. И вообще пофиг, кто там что подумает. Правильно? Правильно. Все, и вот так. О, смотрите, ну просто красота, ребят. Так, а вот здесь. Сюда тоже нужно что-то поставить. И на самом деле я вам предлагаю поставить вот такие вот тоже гирляндочки. Давай, раз. Два. Так, а ну, не пропадай. Не надо. Все, и сюда давайте еще одно. Во! Ну, блин, у ребят, вы согласитесь, смотрится прям круто. Вот мне кажется, прям идеальное украшение для сельской свадьбы средних веков. Средних веков, е-мое. Так, а что мы еще можем поставить? Я бы хотел что-нибудь еще. Вот есть такие вот сети. Они понравятся беднякам. Здесь сеть. Ну, блин, я не знаю. Мне кажется, рыбаков у нас тут не так уж и много. Ну, и опять же, да, мы в первую очередь ориентируемся на свадьбу. Так, вот, давайте на входе поставим парочку таких вот через контрол. Во, крутяк. Так, а что есть еще? Что есть еще? Есть такая вот телега. Она ставится на улицу, но опять же, нам пока это не интересно. Так, бочки. Ну, блин, походу, у ребят еще, наверное, гирлянду вот так повешу. И, в принципе, нормально все. В целом, таверна украшена. Можем с вами приступать к остальным делам. Что у нас, кстати говоря, по остальным делам? Начать продажу еды и достать дрова. Дрова, кстати говоря, присутствуют. Давайте поставим вот так вот приоритет, чтобы люди побыстрее все это дело собирали. Ну, и винишко. А то опять придет тот прохиндей. И все нафиг у меня конфискует. Так, а что у нас здесь? Кстати, да, ну-ка. Помни, что дерево нужно рубить на дрова, прежде чем оно сгодится для растопки. Соруде колодок для рубки дров. Дядь, я уже прошаренный, я ее построил в прошлой серии. Так что все уже присутствует. Где наш повар? Это кто? Это как раз таки повар, да. Вот, смотрите, ребят, нашел такую вот здесь опцию. Можно настраивать вообще упор на качество, упор на скорость, упор на комфорт. Но самое главное, можно настраивать обязанности. То есть, в первую очередь, какими обязанностями будет заниматься работник. Я вам предлагаю выставить готовку, чтобы наш повар, в первую очередь, соответственно, ей и занимался. Мы же его для этого с вами наняли, правильно? Так что пускай готовит. Все, нам, получается, остается только ждать. Потихонечку, видите, товары разгружают, носят на второй этаж. Хотя, блин, знаете, вы только что задумывался. Мне кажется, в кухне есть смысл ставить отдельный стеллаж и на нем настраивать исключительно, чтобы хранилась еда. Потому что, смотрите, здесь такая опция присутствует. Это вот настройки хранилища. И можно выставить, что там будет храниться. Просто прикиньте, повару бегать с первого этажа через всю таверну на второй, чтобы взять нужные ингредиенты, будет не так уж и удобно. Поэтому нужно, наверное, ребят, задуматься над этим делом. Ладно, окей, давайте хотя бы для начала проведем свадьбу, а потом уже, соответственно, все это разместим так, как должно все стоять. Ну, потому что, ну, серьезно, это не очень удобно с точки зрения логистики. Ладно, мы позже к этому вернемся. Давайте пока оценим, что у нас вообще происходит. Происходит у нас... В целом тут неплохо, кстати, дела разворачиваются. Вот видите, подметает. Срач, конечно, присутствует, но, как видите, все более-менее хорошо. Так, что тут? До сих пор висят квесты, окей. Сейчас, я думаю, кто-нибудь порубит на дрова. Вот видите, уже положили, все готово. Так, что у нас тут есть? Настройки хранилища. Здесь хранится древесина. А вот эта кнопочка? Производство. Колода для рубки. Смотрите, получается, из двух древесины получаем 8 дров. Ну, это капец как выгодно. Вот реально, выгоднее же покупать древесину, рубить ее самим на дрова. И все. Ну, просто смотрите, получается, что мы будем денег вообще по минимуму тратить и получать по максимуму дров. Это хорошо. Так, повар, иди давай, готовь. Вот, вот этот хочет жрать. А давайте так сделаем с вами, ну-ка. Так, подожди, вот это, окей. Поставим ему особый уход. Чтобы сразу же у него приняли заказ на едичку. И чтобы наш повар начал, наконец-таки, готовить. И, соответственно, да, чтобы у нас весь засчитался. Отдыхает. Вот, зараза. Не надо отдыхать. Давай, иди занимайся делами. У нас люди сидят, ждут еду. Люди хотят кушать. Люди, вот, смотрите, еще мадам к нам пришла. Кстати, обратите внимание, у них есть вот такое вот имущество. Возможно, где-то, да, опять же, это можно будет использовать. Не помню, говорил я это в прошлых сериях или нет. Но вот такая вот фишка у них присутствует здесь. Поваренная книга, кстати. Может быть, он повар? Или знаете что? Или, может быть, он, типа, пришел поесть и будет записывать вот эти вот рецепты себе, чтобы потом повторить. Кто его знает? Возможно. Так, стойку можно починить. Она может ломаться? Серьезно, что ли? Это неправильно. Стойку не надо ломать. Это казенное имущество. Так, меню таверны. Что у нас не хватает? У нас чего-то не хватает. А почему? Все ж, вроде бы, смотрите, есть. Отсутствует работающий объект. А, ну вот. Все, дрова так тоже есть. Что она тут вымахивается? А ну, подожди. Э, включись. Заработай. Мужики, сделайте что-нибудь. Котел не работает. Дядюшка, помоги. Вот. И видите? Дядюшка попросил, дядюшка помог. Блин, дядюшка просто лучший человек на этой планете. А можно, пожалуйста, готовить начать наконец-таки? Я тебя нанял для чего, дружище? Сиегер. Сиегер же его зовут. Наверное, Сиегер. Когда-то он любил поговаривать, где розы там и шипы. И чтобы доказать свои слова, он хватал каждую розу и сжимал, пока не начинала идти кровь. Блин, прикольно. Так про каждого можно почитать? А ну, мадам. Про нее нельзя ничего прочитать. А коты у нас? Про тебя тоже. Ну-ка, дядюшка. Дядюшка тоже. Про него никакой предыстории нету. Хотя странно. Могли бы все-таки рассказать, кто такой дядюшка вообще, откуда он взялся. Может быть, кстати, что у него тут можно поставить? У него опций гораздо больше. Сплетни может собирать. Неплохо. Короче, знаете что? Нужно будет спланировать нам все, кто за что будет отвечать, и выставить им соответствующие приоритеты. Но, опять же, да, займемся этим немного позже. Паверна никогда так хорошо не выглядела. Думаю, теперь можно сообщить жениху с невестой, что мы готовы. Итак, начнем празднество. Давай, начинаем. Вроде бы как все готово. О, смотрите, ребятушки идут. Давайте, проходите, проходите, гости дорогие. Идичка уже готовится. Котел разогревается. Выпивка наливается. Все у нас есть. Садитесь. Чувствуйте себя как дома. А места, походу, не хватает, да? И танцует, смотрите, в подсобном помещении, дураки, что ли? А вот и гости. Приготовление окончили. Окончены. Постарайся сделать так, чтобы каждый гость веселился, что было сил. И не робей, поговори со всеми. Да начнем же свадьбу. И еще одно. Помни, не меняй украшения во время свадьбы. Наши заказчики могут подумать, что мы не успели все вовремя подготовить. Окей, давай. В принципе-то я и не собирался это делать. Так, что у нас, собственно, здесь? Давайте проверим винишко еще на всякий случай. Винишко есть, 19 бочек. Надеюсь, этого хватит. Ну и, ребят, конечно же, заберем с вами 1000 гульдинов. Чтобы, так сказать, на легкий ход ноги. А ну-ка, давайте разговаривать. Ты кто? Ренми. Здорово. А, здравствуй, трактирщик. Давненько не виделись. Не могу не заметить, что наше вино служит высшей цели. Любви. И как тебе винишко-то? Так же, как и всегда. Разве что на этот раз его немного больше. Кто бы мог подумать, что дело окажется настолько выгодным. Отношения улучшаются. Ренми одобрительно хлопает вас по плечу. А как пернатые получили свое имя? Название нашей организации происходит из мрачной и глубокой старины, когда нам приходилось собираться на высоких крышах столицы Йорвила и выискивать возможных жертв. Мы делаем так и по сей день. Но, как ты уже знаешь, нам не чужды и более приземленные дела. Столица Йорвила? Город Орей, столица Йорвила. Там находится главное убежище пернатых. А ты не очень силен в географии, да? А, и ты вот так вот просто рассказываешь всем подряд, где находится ваше тайное убежище? Ну, кстати, да. Не суй нос не в свое дело, парень. Меня не волнует, что о тебе говорит Мартин. Сам я тебе не очень доверяю. Давай-ка переведем разговор на более приятную тему. Окей, отношения ухудшаются. Как у тебя идут дела? Эх, сейчас пернатые переживают не лучшие деньки. Он сказал не лезть не в свои дела, поэтому окей, хорошо, сменим тему. До дна. Вот так вот. Далее. Это кто, походу, невеста? А ну, стой, мадам. Ходя по таверне, вы случайно сталкиваетесь с невестой. Так ты и есть тот малый, которому наши родители заплатили за весь этот праздник. Должна признать, чтобы там не говорила моя матушка, это счастливейший день в моей жизни. А как тебе свадьба-то? Все проходит превосходно. А что тебе больше всего понравилось? Содержимое меню. Я тут размышляла. Заказать еще еды или, может, еще выпивки. Лучше и того, и другого. Вот это вот правильный подход. Красивое платье. Ты так думаешь? Спасибо. Матушка настаивала, чтобы я надела вычурное платье. Само собой отобранное у какого-нибудь, у кого-нибудь во время грабежа. Но я хотела простую деревенскую свадьбу, поэтому выбрала это платье. Моему избраннику не так повезло. А что ему не повезло-то? Несмотря на мои возражения, моя матушка заставила его напялить какой-то вычурный фрак. Одним богам известно, где она его достала. Надо признать, что вид у него в этом фраке очень важный. Завершите разговор. Посмотрите, невесте нравится, и это самое главное. Окей. Так, далее, кто тут у нас есть? Статная женщина отделяется от кучки посетителей и подходит к вам. Рады знакомству, трактирщик. Это ты ответственен за организацию свадьбы моей дочери. Ваша дочь выглядит превосходно. Само собой. Ведь она унаследовала внешность от меня. Если ты не имел в виду то трепье, что на ней. Я пыталась убедить ее надеть что-то более подходящее ей по статусу. Но она заупрямилась. Бегает босиком и радуется. Но это ее день. Пусть делает, что хочет. Ну, правильно, а почему бы нет? Все-таки, ну да, свадьба дочери. Должно быть, ты шутишь. Я ожидал увидеть что-то более изысканное, чем все это. Больше черепов, оружия, трофеев. Очень жаль это слышать. Ты меня разочаровал, трактирщик. Ваша репутация среди группы на нейм-1 уменьшилась. Извините, завершите разговор. Короче, я понял, ребят. Смотрите, как раскладывались здесь события. Чувак, получается, сын Мельника. Ну, он обычный простолюдин. А девка, получается, из лихих людей. И мамаша у нее, судя по всему, какой-то криминальный авторитет. Вот это да, прикиньте, связи себе. Чувак нарулил. Так, а ты кто? Молодой человек примерно вашего возраста, улыбаясь, подходит к вам. Привет, трактирщик. Я хотел выразить тебе благодарность от нас с моей любимой, теперь уже женой. Ты отлично справился. Поначалу я мог поклясться, что в моей таверне женится какой-то дворянин. Ну, моя новоиспеченная теща настояла на таком наряде. Я сразу же согласился, несмотря на возражения ее дочери. По правде говоря, я немного побаиваюсь моей любимой тещи. И потом, я думаю, что моей суженой нравится мой наряд, что бы она ни говорила. Сын Мельника и дочери разбойницы. Как так вышло? Ну вот, собственно, у меня тоже такой вопрос. Однажды, гуляя по лесу, я попал в засаду и был схвачен шайкой разбойников. В их лагере до них дошло, что у меня нет никаких ценностей, поэтому все потеряли ко мне интерес. Кроме одной девушки, у которой я кое-что украл. Смотрите, ребят, скриньте, украл ее сердце. Не понял, а что ты украл? Что? Ее сердце. Я думал, это очевидно. Хе-хе, ну да. Что ты думаешь вообще об этих разбойниках-то? Они очень находчивы и не настолько ужасны, как многим может показаться. Особенно одна из них, которая очень хороша с собой. Ну ладно, желаю удачи в вашей новой жизни. Окей, главное, чтобы люди были счастливы. Так, а ты кто? Радостный мужчина в украшенной перьями одежде улыбается вам. Приветствую, трактирщик. Ренми кое-что тебе рассказал. Пернатый благодарна тебе за помощь. И пир-то устроил, что надо. И как тебе вино? Очень даже не дурное. Идея Ренми заняться винным промыслом была просто великолепной. Я рад, что мы и тебя к этому привлекли. Иначе сегодня я бы тут не веселился. Ну, что верно, то верно. Что ж, ну тогда повеселись от души. О, кстати, вот давайте спросим. Ренми тебя сюда привел? Тебе стоит знать обо мне одну вещь, трактирщик. Я всегда появляюсь там, где говорят о пирушке. Или о больших запасах вина. Или об этих двух вещах одновременно. Особенно, если мой старый приятель Ренми тоже здесь. Окей, тогда повеселитесь. Так, а у нас свечи выключились. И что делать? А кто-нибудь это принесет? У меня есть вообще свечи? Так, подожди. Вот эта кнопка. Да, смотрите, 15 свечей есть. Окей, я надеюсь, что кто-то сейчас этим делом займется. А то сидеть как-то в темноте, ну, такое себе. Ты кто? Внезапно у вас врезается хорошо одетый, но изрядно подвыпивший мужчина. Вы не сразу узнаете в нем того, кто оплатил свадьбу отца жениха. Того, кто оплатил свадьбу, запятая отца жениха. Вот. Здравствуй, трактирщик. Это ты тут все устроил? Какое великолепное деяние. Я не привык щеголять в таких дорогих платьях. Но мать невесты дала их мне. Ну, то есть одолжила. Только на этот случай. Вот. А что вы думаете о возлюбленной-то? Она хорошая девушка. Очень добрая. А вот мать ее меня немного пугает. Походу, да, там теща вообще прям с остальными яйцами. А что вы думаете о свадьбе? Таверна замечательно украшена. Вот так и должна выглядеть достойная деревенская свадьба. Я рад это слышать. Ты хорошо постарался и заслуживаешь награды. Окей, смотрите, репутация среди простолюдинов увеличилась. Известность таверны растет. И пятьсот гульдинов плюс к нам в карман. Прекрасно все. Так, а что дальше-то? Веселитесь, гости дорогие. Вот, смотрите, уже и свечи зажигают. Ну, просто молодцы. А кто этим занимается? Не повар ли часом? Нет, это чернорабочие. Ну, хорошо. Опа-на. А тебе-то тут чё надо? Тут тебе как бы не рады, если чё. Если ты как бы не знал. Тут свадьба у уважаемых людей. А между прочим, матушка-то такая, что и тебе жару задаст. Вы? Вы думаете, я не знаю, что вы сделали? Вы за это заплатите. За всё заплатите. Да о чём вы говорите, Рокбери? Алё. Акстись. Вы привезли всё это вино из Самбрии и уничтожили плоды моих трудов. Горите синим пламенем, черви. Рокбери нет. Ты чё сделал, урод? Он поджёг таверну. Ну, кстати, превьюшка какая как бы есть, но... Типа он сжёг нашу таверну с дядюшкой. Мужики, тушите. Капец. Это шок. Рокбери был сбешён, когда Мартин на него добрался, было уже поздно. Вот такая тваря, вот ни себе, ни людям. Брошенный им факел приземлился на крыше, здание быстро загорелось. И тогда, во время потасовки, повязка Мартина сползла с его руки, а под ней оказалась татуировка, которая приведёт к серии непредвиденных событий. Да? Походу, Рокбери — это непростой герцог. А пламя, поглотившее таверну, перекинулось на соседнее здание. Идиот. А оттуда и на виноградник самого Рокбери. А вот, ребят, карма в действии. Объятый ужасом, герцог стоял и наблюдал последствия своих действий. Он видел, как его безумная месть пожирала особняк его же собственной семьи. Так ему и надо, даже вообще не жалко. Для него это был конец. Но также это был и конец тихой жизни. Мартин и его премя... Племянник жили на земле, принадлежавшей герцогу. Старый трактирщик понимал, что если они хотят выжить, им придётся найти новый дом. А почему, зачем? А, ну типа герцог жизни не даст, скажет, валите нафиг отсюда. Так, а где мы, дядь? Или это всё, что осталось от таверны? Вернее, ничего, да? Погоди, погоди. Западные окраины перепутья. Около Старого Дуба. Это то самое место. Но тот торгаш сказал, что здесь будет дом. Каков негодяй? Нас обманули, парень. Нас налюбили, дядь, походу. Так, давайте смотреть, что тут. Отношение улучшится 85%. Давай. Что? Ты купил дом, не знаю даже, существует ли он. Такое безрассудство на тебя не похоже. И вообще, почему нам пришлось бежать от такой спешки? Ты прав, это было безрассудство. Но я думал только о твоём благополучии. Там мы не были в безопасности. Но здесь мы можем начать всё с нуля. И построить новую таверну. Новую таверну? Да, новую таверну. Ещё больше и лучше. Лучшую таверну в мире. Что ж, мечты это здорово и прекрасно. Но без денег нам остаётся только мечтать. Кстати, да. Не волнуйся, парень. Мы возьмём займ. Займ? Ээээ... Тогда, кажется, мы знаем с чего начать. Смотри. Я отметил ближайший банк на твоей карте. Отправляйся туда и достань нам денег. Короче, мы остались без таверны. Ещё, судя по всему, влезем в кредит. Но, походу, выбора нет. Давайте. Так, вот он. Юрвельские займы. Взять в долг. А сколько брать? А ну, погоди. Стой. Эээ... Задачи. Взять в банке займ. И возьмите столько, сколько сможете. Ваша таверна должна быть великой. Нограда, известность таверны растёт. Так, а подожди. А сколько я должен брать? Ну-ка, стой. Давай, вернёмся сюда. Ммм... А какой здесь процент? А ну-ка. Допустим, я возьму 10 тысяч. Ваш долг 11 будет. То есть, 10 процентов, да, комиссия? Ну, в целом, кстати, это не так уж и много. А по максимуму это 20. Ну, блин, а 20 тысяч я тут капец как разгуляюсь. Ну, а с другой стороны будет больший оборот. Блин, я чё-то не уверен. Может быть, 10. Просто видите, мне ж нужно чем-то платить. А вернуть долг придётся через 20 дней. Ё-моё. Давайте, короче, так. Окей. Ни мне, ни вам за 12 тысяч возьмём. Ваш долг 13 200. То есть, 1200 мы процентами заплатим. В принципе, нормально. Надеюсь, что этого хватит. Так, а ну. Известность растёт. Хорошо, забрать. Выплатить долг банку. Теперь у нас новая с вами задача. И строим, да? Ну, говорят, что счастья за деньги не купишь. Но с деньгами всё равно как-то получше будет. Так что давай за работу, парень. Пора нам построить будущую знаменитую таверну у Перепутья. Ну что ж, хорошо. А с чего мне начать-то? А, ты уже и так знаешь всё о том, как построить таверну, мой мальчик. И потом. Ты всегда можешь заглянуть в заметки трактирщика. Хорошо, завершить разговор. Ну, давайте строить. А что нам ещё остаётся делать? Вот так вот, ребят, у нас выглядит участок. Довольно большой, кстати. И плюс ещё, учитывая, что можно строить несколько этажей, таверна, по идее, здесь будет достаточно годной. Так, вход, я думаю, будет с этой стороны, где стоит дядюшка. Какого размера будет у нас таверна? Сколько вообще стоит? По 300, да? Строим главный зал в любом случае в начале. Ну, давайте, вот типа, стой. Ну. Ну, выбирайся. Э! Сломалась, что ли? А ну, стой, подожди. Построить. Вот. Всё, давайте вот так. И, наверное, ещё вот сюда. Может быть, для начала этого будет достаточно? Ну, а почему нет? Ещё плюс здесь мы помещение сделаем складское. И будущую задумку потом под кухню. Но, опять же, да, мы всегда можем вроде как это всё дело перестроить. Так, подожди. Допустим, хорошо. Вход у нас будет вот с этой стороны. Давайте выберем какую-нибудь достойную дверцу. Что-нибудь типа такого? А ну-ка. Во! И, кстати, выглядит неплохо. Так, смотрите. Зал есть. Хорошо. Теперь нам нужен склад. Где у нас что будет вообще находиться? Так, погодим. А, подожди. Там задачу, что ли, какую-то дали? Построить таверну перепутья. Разместить сиденье рядом со столами. Разместить в таверне стеллажа хотя бы две бочки. Разместить столы. Установить стойку. Нанять работника. Добавить алкоголь в меню. Построить откожее место. Раздобыть алкоголь. И открыть новую группу населения в заметках трактирщика. Хорошо. Сейчас откроем. Погодите. Нам нужно сначала, блин, ее достроить. В принципе, денег пока достаточно. Я думаю, что можем, ребят, с вами замахнуться. И зафигачить, наверное... Ой, стой. Тихо. Убрать. Во. Хорошо, что возвращаются все деньги. Так, давай расширим. Типа вот сюда. Вот. Давайте сделаем ее просто немного в длину. А здесь у нас будет как раз таки склад. Так, построить. Где у нас что? Подсобные помещения. Кладовая. Пустая комната. Кухня. Комната работников. Это, наверное, чтобы они отдыхали. Ничего себе. Нет, пока что я не могу себе этого позволить. Давайте просто построим, ребят, вот такую вот кладовую. А здесь, опять же, да, если что, у нас будет кухня. Ну, неплохо, вроде бы. Или, может быть, с этой стороны. А потом просто перестроить. Ну-ка, как вариант. А ну, подожди, убрать. Давай построить. Например, просто вот сюда. Здесь мы поставим сразу дверцу. Давайте зафигачим вот такую. У нас, короче, в красно-золотых тонах все будет. Так, дверь у нас вот здесь. Вот. А здесь у нас будет, соответственно, стоять стоечка. Давайте, наверное, сразу, ребят, ее и купим. Так, стойка. Это где вообще? Подожди-ка. Мебель. Вот. Есть за 450, есть за 800. Ну-ка, за 800 выглядит вот так. А ну, подожди, развернем тебя. Посмотрим, как ты тут будешь стоять. Вот так, да? Ну, блин, пока что, мне кажется, слишком мало у нас места для такой стойки. Поэтому давайте возьмем что-то попроще. Все-таки мы с вами помним, что нам нужно пока что экономить наши деньги. Стойку ставим вот так. Отлично. Вот это понятно, что она лучше обслуживает. Все тому подобное. Ну, блин, не можем мы себе это пока позволить. Так, сюда ставим стеллаж. Я помню, он нужен один. И ставим тогда две бочечки. Раз. И бочечка два. Так. И, наверное, ребят, бочка еще нужна вот здесь, чтобы мы могли, соответственно, наливать алкашечку. О, крутяк. И потом нам нужен выход на задний двор. Давайте зафигачим его. Кстати, блин, наверное, неправильно, что я построил таверну прямо вот так вот. Нужно, наверное, было сделать один оттуп, чтобы еще имелась возможность у меня построить какой-нибудь декор. Так, а ну, погоди. Давайте переделаем, наверное. Так, а я могу продать? Продать? Подожди. За те же деньги, да? За 250. За 450. А, окей, я могу продать. Все, хорошо, ребят, перестраиваем тогда. Я что-то не подумал, что здесь же есть еще украшения, которые можно использовать на улице. Поэтому это нужно, ребят, обязательно. Так, а что, кстати, на улице? Отхожие места всякие. Смотрите, будки есть. Заборчики. Ну да, определенно. Хотя бы одну клетку нужно отступить. А может быть, даже и две. Сейчас разберемся. Так, снова построить. Главный зал. Типа вход у нас, опять же, да, остается вот здесь. Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так у нас было, правильно? Да, было вот так. Потом сразу же дверцу. Вот такую, ребят, золотую. Во. Плюс здесь еще, видите, останется место для этой фигни. Для доски объявлений и прочих штук. Так, потом продолжаем сами строить. Давайте кладовая. Кладовая у нас, опять же, вот здесь. Ничего не меняется. Окна сейчас тоже нужны будут. Я помню про них. Давайте, наверное, все-таки... Нет, все-таки пускай она здесь стоит. Я просто думал, может быть, сюда поставить. Но потом подумал, что нет, все-таки лучше будет именно вот так. Так, окна, смотрите, у нас стоят все одинаково. Но давайте выберем тогда что-нибудь покрасивее. Потому что вот эти, которые были первоначальные, мне, если честно, не очень нравятся. Что-то вот с сеточками я бы смотрел. Типа вот так вот. О. Неплохо. Давайте. Так, сюда раз. И сюда, наверное, два. Потом еще здесь одно. Опять же, да, я всегда могу вроде как вернуть деньги за это дело и перестроить, так как меня будет это устраивать. Все, больше окон нам здесь не надо. Потом, ребят, нам еще нужна одна дверца. Давайте, давайте вот здесь она будет. Чтобы можно было выйти на задний двор, принять товары и прочие шалупони. Так, все, да? Да, теперь все. Переходим снова с вами в соответствии, но к стеллажам. Ставим тебя сюда. Раз. Два. Три. Здесь потом ставим стоечку. Опять же, ничего не меняется. В будущем, понятное дело, ребят, у нас все будет, я вам обещаю. Будет лучшая таверна у перепутия, как там наш дядюшку-то и завещал. Так, подожди, давай вот так. О, все, прекрасно. Освещение. Я помню, что нам нужно освещение и помню, что нужно следить за бабками. А то я что-то, ребят, разгулялся как-то. Давай, раз, наверное, вот так. И два вот так. О, неплохо. Ну, а здесь мы, понятное дело, что-нибудь попроще поставим. Что-то типа вот в таком духе. Только чуть-чуть вот сюда передвинем. Вот, вроде бы, смотрите, симпатично. Так, у нас, а у нас деньги-то заканчиваются, е-мое, а мне еще нужно товар закупать. Ну, за 200, понятное дело, берем вот это. Давай вот сюда. Потом нам нужен отхожее место. Отвратительное уборное. А можно что-то получше? Кстати, колодец стоит 1200. Наверное, нужно его купить. Окей. Так, а что есть еще из уборных? Я бы хотел что-нибудь получше. И что-то пока не наблюдаю такого. Ну-ка, а вот это что? Самбирский гриль. Можно будет, наверное, что-то готовить. Окей, прикольно. Это что? Собачья хижина. О, еще и питомцы здесь есть. Да, точно, ребят. Здесь же еще и питомцы есть. Так, давай стол, доску, вернее, с объявлениями сюда поставим. Я думаю, что она обязательно нужна. Так, потом. Клозет. Клозет у нас будет где-нибудь вот тут. Опять же, да, ребят, всегда можем это дело перенести. Что у нас по задачам? Давайте проверим. А то я разгулялся, и, собственно, это денег уже не так уж и много. Раздобыть алкоголь. Окей, с алкоголем понятно. Нанять работника, разместить столы. Вот, ребят, столы. Это еще одна большая статья расходов. Так, это спальня, мебель. Оно, да? Да, оно. Есть вот такая вот фигня за 200. Но выглядит, если честно, ну как-то по-нищенски. А можно что-то получше? А где еще? Э, в смысле? А где вон те столы, которые я ставил в той таверне? Просто здесь есть вот такие вот дорогие. Они тоже, походу, из какого-то дополнения. Но, понятное дело, блин, ну куда я сейчас себе стол за 1200-то куплю? Это же бред полнейший. Ну давайте, окей, самое простое. Может быть, там нужно что-то сделать, чтобы они открылись? Ну серьезно, ну это не столы, ну это дичь вообще. Ладно, что же нам остается делать? Давайте, куда-нибудь, наверное, вот сюда с вами поставим. Лавочка. Не забываем, ребят, про лавочкой. Так, раз. Вот так вот два. Хотя, кстати говоря, с лавочками это смотрится вроде даже по-симпатичному. Ну да, определенно. Так, сюда давай теперь как-нибудь на входе. Точно, ребят, на входе по-любому должна быть одна лавочка, вернее, один стол с двумя лавочками. Для любителей, так сказать, сразу у барной стоечки посидеть. Так, и есть еще 2200. Можем себе позволить разгуляться. Просто чем больше мест в таверне сидячих, тем больше мы денег сможем лутать с посетителей. Во. Все, 1700. Так, подожди, может быть сразу купить колодец? Просто вроде как он нужен, потому что нам требуется вода. Ну-ка, а что там по задачам? Сидение разместили, нанять работника. Вот, давайте наймем прислужницу. Где она тут у нас? Круженик, кухарка. Это кухарка же, да? А, да, это кухарка. Просто в обучении это говорили прислужница. Сейчас тогда наймем. Так, прислужница, можно, пожалуйста, какая-нибудь нам интересная? Кухарка, 38 оплата. А что у нее тут по качествам? Жадность, болезненность и лукавость. Не, она какая-то хреновая. А вот это? Хаотичность. Вы никогда не знаете, чего вас ждать от этого работника. Ум. Учится быстрее остальных. Курение. Блин, нет, ну я не хочу курящую. А вот это? Пьяница. И курит. Ой, блин. Короче, походу, ребят, здесь официанток не курящих нету в этой игре. Ладно, давайте возьмем вот эту. Окей, пофигу. Потом поменяю, опять же, да, на кого-нибудь другого. Скажем, рабочий, по идее, тоже нужен. Кстати, посуду уж нужно мыть. Точно мы с вами не купили мойку для посуды. А так, это было вроде бы вот здесь, в хостоварах, да? Или нет? А ну, погоди. Где мойка-то? Или где она должна быть? Ну-ка, здесь, может быть. Или мойка не открылась? Я просто не совсем понимаю. Тут нужно еще отдельно что-то открывать? Потому что явно же это не все предметы, которые есть в игре. И мойки я что-то пока не наблюдаю. Ну-ка, вот это что? Бочонок для воды. Старый, но надежный бочонок. А, кстати, он, по идее, здесь тоже нужен. По-моему, в прошлой таверне дядюшка именно воду оттуда брал. Ну, давайте поставлю, пускай будет. Так, это что? Простая плита. Дешевый кухонный стол. А где посуду-то мыть? Короче, мойку я не нашел. Хрен бы с ней. Давайте тогда возьмем еще одного чернорабочего ванн. Потому что нужен как бы и подметать здесь, и периодически таскать всякие грузы. Так, это вот здесь, да, труженик? Чернорабочий, а ну-ка. Черты. Убедительность. Если хотите получать прибыль. То есть больше прибыли, чем обычно. И безделие. Ну-ка, вот этот. Глупость. Окей, ладно. И курит. Нет, курящего я точно не буду брать. Они задолбали. И этот тоже курит. Короче, берем вот этого. Окей, нанять. Все. 1680 у нас осталось. Давайте тогда на последние бабки я действительно куплю колодец. Просто чтобы вода у меня всегда была. Иначе, я так понимаю, ее нужно где-то закупать. Все, пускай колодец пока стоит вот здесь. Получается, что таверна туда-сюда готова к открытию. Единственное, что нам осталось добавить в меню алкоголь. А его нужно, походу, да, где-то сначала купить. Кружка столового вина. По идее оно. А ну-ка, подождите. Давайте перейдем на карту. Где мы можем закупиться? Я могу закупиться у тех бандосов? У них вроде бы цены были приятные. Поместье Рокбери, вот. Сгоревшие останки поместью. Ничего себе. Невероятные фермеры. А походу не, ребят, все. У бандосов ничего не купить. Но давайте посмотрим в перепутье, может быть, торговля. Так, что вы, ребята, продаете? Ну да, вот видите, воду нужно покупать отдельно, если у вас нет колодца. Вино по 98. Блин, это дорого. Средняя цена 81. Ну-ка, может быть, в Дутрале будет подешевле? У вас недостаточно влияния в этом городе, чтобы наладить торговый путь. Тогда получается, единственный вариант, только здесь брать. Ну-ка, а тут что у нас? 487 вино. Охренеть, вот это цены. Короче, ладно, давайте берем винишко. Сколько берем? Раз, два, три. За 394. Все, у нас осталось 86 гульденов. И как бы, типа, все. Ждем сейчас тогда, когда доставят. И нужно будет поставить это все дело в меню. Кружка столового вина. Все, принять. Отлично, она в меню есть. И получается, что осталось у нас? Осталось только открыть новую группу населения в заметках трактирщика. В заметке трактирщика это вот здесь, да? Таверна. Вот, кстати, давайте переименуем. Все-таки дядюшка сказал, она будет называться Таверна у Перепутья. Ну-ка, можно по-русски писать? А ну-ка. Да, можно. Таверна у Перепутья. Все, отлично, ребят. Поздравляю с открытием новой таверны. Так, разблокирует новый класс посетителей путники. Отлично, разблокируем. Посетители начинают оставлять чаевые. Прекрасно, тоже берем это. Еще 4 очка есть. Разблокирует больше контейнеров для хранения. Увеличивает максимальное количество товаров при заказе на 5. О, кстати, вот это хорошая тема. Разблокирует спальни. Нет, спальни нам пока что не актуальны. Вот так вот, если что, выглядит древо. Достаточно большое оно здесь. А внизу пока что у нас недоступно. Возможно, по сюжету откроется больше. Ладно, пока что тогда оставим, не будем с вами тратить. Что ж, сейчас этого достаточно. Давай-ка откроем нашу таверну. А давай. Откроем мы обязательно, но уже в следующей серии. Так, а кто это к нам идет? Давайте сначала поговорим. А вот и наши первые посетители. Судя по их одежде, это путники. Старине Мартину не чужда жизнь дороги, мой мальчик. Хм, раз уж наша новая таверна находится рядом с тем местом, где пересекается множество торговых путей, но может быть хорошей и выгодной затеей построить гостевую комнату для всех этих усталых путников. Гостевую комнату, окей, построим. Не, так быстро. Не так быстро. Нужно поднять известность нашей таверны, чтобы люди хорошо относились к мысли о том, чтобы здесь переночевать. Помни, что мы всегда можем нанять Глашатая, чтобы тот рекламировал наши услуги в перепутье. Поднять известность? А как это сделать? Чем больше людей посещает нашу таверну, тем мы известнее. Иногда для этого может потребоваться снизить цены или убедиться в том, что обслуживание посетителей происходит быстро. А еще многие посетители любят богатый вид таверны и хорошее освещение. Но не все. Бедняки, например, чувствуют себя не в своей тарелке, рядом с роскошными украшениями и мебелью. А лихие люди предпочитают поглощать свою выпивку в полумраке. А нанять Глашатая? Да. Они почти как доски объявлений, только громко ходят и говорят. Если хорошо заплатишь, они будут кричать на главной площади все, что ты пожелаешь. Будь то вести или реклама. Хорошо, давай это сделаем. Так, а следующая цель какая? Кстати, о, растет известность. Было бы неплохо, если бы мне кто-нибудь тыщенку гульдинов подкинул. Это было бы прям вообще великолепно. Но пока что, пока что бомжуем. Ладно, в общем, будем разбираться уже тогда в следующей серии. Ну а пока что, пишите ваши комментарии. Ну а ссылка на плейлист со всеми сериями по игре Crossroads NNN будет находиться в описании под роликом. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Ну а с вами был Дамриэль. Всем good bye, ребятушки. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»